Меня зовут Тереза. Я золотистый ретривер. Это мой дом. Здесь я родилась и выросла. В нашем доме сделано все, чтобы мы были счастливы. А началось все 16 лет назад, когда в доме появилось Поле. Кстати, Поле моя бабушка. Поле была воплощением золотистого ретривера. Умная, добрая, прекрасная охотница, идеальный компаньон для детей и взрослых и просто замечательная собака. Именно такими качествами должны были обладать собаки, которых выводил в своем шотландском имении лорд твидмаут, основоположник породы золотистый ретривер. Породы, которой уже более 100 лет. Мы, собаки питомника Ориентголд, полностью соответствуем званию золотистый ретривер. Мы идеальные компаньоны, обожаем детей, умеем приносить дичь на охоте и тапочки. Мы работаем в поисково-спасательной службе и собаками-терапевтами. Питомник Ориентголд существует 16 лет. На протяжении этого времени наши заводчики изучают историю породы и других питомников, ветеринарию, генетику, кинологию, основы дрессировки. Они тщательно подбирают генетические линии для будущего потомства. Благодаря этому мы в отличной физической форме, здоровы и с удовольствием участвуем в выставках и охотничьих испытаниях. Я самая молодая в питомнике, и я влюблена в мой дом, мою семью и в своего рыцаря. Его зовут Томба. Он самый лучший и красивый. Мы все время вместе. В играх он мне уступает. А это дядя Скотт. Хотя ему 13-й год, он ведет себя как мальчишка. Моя подруга Даша. Она любит грызть палочки и ловить снежки. Это Селли. Моя вторая бабушка. Она великая охотница. Мама Лола. Лучшая мама в мире. Всему научит и поможет. Конечно, в нашем питомнике рождаются щенки. Собственно, я так и появилась на свет. А прошлым летом щеночки родились у нас с Томбой. Ох, и ответственное же это дело вырастить и воспитать детей, скажу я вам. Но мы прекрасно с этим справились, потому что все нам помогали и принимали в этом участие. Мама Лола с удовольствием играла с внуками и учила их уму-разуму. А бабушка Селли научила их уважать старших. Когда щеночки подрастают, им нужно больше есть и много играть. Поэтому их начинают кормить из миски и выгуливать на просторных зеленых лужайках нашего дома. Маленькие щенки привыкают жить в семье с первых дней жизни. Они окружены заботой и вниманием, растут здоровыми, гуляют на свежем воздухе, приучаются ходить в туалет на улице. Они получают необходимый ветеринарный контроль и процедуры. Когда щенки переезжают в новую семью, наши хозяева продолжают следить за их здоровьем и развитием и помогают новым владельцам по всем вопросам. Мы всегда рады, когда они приезжают в гости в родной дом. Как и любые собаки, больше всего мы любим две вещи. Первая – это кушать. Для этого у нас есть мама. То есть она для всех мама. Щенок это понимает, когда начинает кушать из миски. Конечно же, мы питаемся по режиму и специальному рациону. Ну а второе – это прогулки. Даже слово есть специальное – гулять. А вид поводков приводит нас в неописуемый восторг. Стоит нам увидеть поводки или услышать слово «гулять», и мы дружно несемся на прогулку к заветной калитке, от которой ведет дорога на берег Волги. Мы гуляем в любое время года, много бегаем и плаваем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Как вы уже поняли, мы золотистые ретриверы. Очень добрые собаки. Но тем не менее, мы очень бдительно следим за тем, что происходит за воротами нашего дома и охраняем его границы. Охранять – это не значит нападать. Дружим мы даже с кошками. Мы очень красивые собаки. Красивая шерсть нам дана от природы. Но за внешним видом надо следить. Мы с радостью позволяем нашим владельцам нас мыть и расчесывать и получаем от этого взаимное удовольствие. Золотистый ретривер делает человека счастливым. Так говорят наши владельцы. И мы полностью с этим согласны. Таково наше предназначение в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok